Друзья, всем привет! Вот решил на этой неделе показать именно чем я кормлю голубей с начала сезона, потом будут пескуны, я тоже обязательно покажу. Ну, это уже ваше право решать, кормить как у меня или по возможности, что есть у вас. По поводу размножения пескунов сами, я думаю, видите, целый год я снимал ролики и увидели сколько пескунов я вырастил и сколько еще есть. Поэтому вот сегодня покажу зимний корм. Вот такой корм. А то в прошлом видеоролике многие высказывались, что я кормлю только ячменем. Зимой, да, ячмень у меня больше 50% содержания кормов. Но это не значит, что я не даю другие витамины. Вот такой корм. Кукуруза. РАПС. СОРГ. Вот такой. Кормлю два раза в день. Не кормлю раз в месяц. Два раза в день, с утра и вечером, понемножку, чтобы птица была весь день активная. Если кормить достаточно с утра, допустим, то птица будет спать весь день. А так она сидит на шухере и ждет. И если у меня, допустим, закрытая птица в маточнике, то, как правильно, она не должна зажареть. Поэтому кормим два раза в день, понемножку. Чтобы они всегда были чуть-чуть-чуть голодными. Вот здесь у меня есть еще гранулированный корм. Вот такого плана. Я покупаю такие мешки по 20 килограмм. Вот такой гранулированный корм. Здесь люцерна, ячмень, кукуруза. Есть соль. Есть кальций. Немного полезных витаминов. Примиксов здесь нету. Можно давать свободно голубям. Особенно я даю из-за люцерна. Потому что в корме у меня все это есть, а люцерна нету. Ну, как многие знаем, люцерна имеет очень много витаминов. Поэтому, если есть возможность делать дома, то это еще лучший вариант. Если нет, найдите вот такой гранулированный корм. Вот по размеру. Какой он? Обязательно смотрите на запах, чтобы имел свежий запах. Без плесени, без ничего. Чтобы было голубям приятно это кушать. Вот. Можно давать целый год такой корм. Ну, я добавляю в общем количестве. Где-то один к пяти. И горбу свободно все это едят. Сейчас даже покажу. Вот это у нас утренняя кормежка. Как видите, никто не сдох от голода. Видите, сидят все живы. А то многие, не зная меня, даже высказываются там. Вот такая утренняя кормежка. Смотрим по углам. Если есть голуби, которые, хоть малейшее сомнение дают, что с ними что-то не то, обязательно убираем. Не оставляем там на неделю. Посмотреть, что с ним. Здоровые голуби, они сразу приходят, кушают. Вот, с аппетитом. Поэтому, когда кормите голубей, обязательно постоите с ними несколько там минут. Смотрите на их реакцию. Как они себя проявляют. Потому что все болезни можно предотвратить, если замечать их вовремя. Вот так уже у нас голуби. Ну, у меня расчет идет где-то 40 грамм на голубя в день. Это 2 столовые ложки. А в сезон размножений я добавляю еще 40. Это для пескунов. Вот они, как правило, выбирают самое вкусное. Ну, и потом едят ячмень. Потому что здесь есть ассорб. Куруза, они это любят. Кстати, я не даю уже больше года семечек. И пшеницу. Пшеницу, может, больше года уже. Как правило, они все самые грязные всегда. Ну, и я решил белая не может спускаться. Или она с этого места по этому. Сейчас поймаю. Вместо семечек даю. Есть у меня масло из чеснока. И добавляю раз в неделю. Я думаю, достаточно жиров. Ну, и потому что масло, оно безопаснее. Вот такие вертолеты. Вот этот голубь, который чуть не умер от голода. Потому что я кормлю раз в неделю только ячменем. Ну, я думаю, люди поймут мой цархазм. А то многие высказываются, даже не зная, что говорят. вот, здесь уже закончили. Вот гранулированный корм седен. Поэтому, друзья, если есть возможность, дайте, потому что люцерна очень полезная. Ну, и к тому там есть кальций, соль. Если будете делать сами дома, то можно добавлять витамины. То, что вам еще надо. Вот, как-то так. На улице у нас сейчас минус 10. Будем ждать еще где-то две недели, потом начнем выкладывать здесь гнезда и начинать поровку. Будет интересно, покажу, по каким кистере я порую голубей. то, с кого обязательно все покажу. Каждый день будем снимать, чтобы молодые голубеводы имели какое-то понятие как работать с птицей. Ну, на сегодня, я думаю, достаточно. Всем пока.